Время Великого Поста православные христиане проводят не только в покаянии и молитве, но и в помощи ближним. По благословению настоятеля рождественского храма Братарея Александра Игнатова, прихожане храма и казаки рождественской полусотни собрали для заключенных продукты и одежду, вещи первой необходимости, православную и художественную литературу. По сложившейся традиции, отец Александр вместе с духовенством и казаками рождественской полусотни посетили исправительную колонию номер 14, куда были переданы все собранные прихожанами гостинцы. На территории колонии есть часовня в честь святых Бориса и Глеба, но желающих поучаствовать в божественной литургии во время Великого Поста собралось так много, что в этот день богослужение проходило во дворе под открытым небом. Сегодня необычный день. Сегодня совершенно ни на что не похожее мое событие, которое совершится сейчас в центре вашей колонии. Сегодня здесь совершится бескромная жертва. Сегодня совершится божественная литургия. Мы приехали для того, чтобы те из вас, кто пожелал очистить свою душу, исповедать грехи свои, мог покаяться пред Всевышним Богом и соединиться с Ним в Таинстве Божественной Евхаристии, которая сейчас будет совершена в этом месте. Послушайте, помолитесь вместе с нами. Задумайтесь о вечном. Задумайтесь о своей душе. Задумайтесь о своей временности жизни, потому что все мы с вами рождаемся, живем и умираем. Но после смерти каждого из нас встретит Христос, и мы за всю свою прожитую жизнь дадим ответ. Я приглашаю помолиться братья вместе с нами. Специально для этого была привезена и установлена казаками быстро возводимая походная палатка, которая послужила алтарем. В ней были установлены престол и жертвенник и подготовлено все необходимое для богослужения. Хор казаков Рождественского храма впервые исполнил песнопение полностью всей литургии. Православная община колонии большая. В этот день многие заключенные исповедались и причастились к святых христовых тайн. Мне очень понравилось. Первый раз так у нас происходит в этой колонии. Я получил чувство, как бы я побывал с Богом, рядом с Ним был, тем более поглазак. У меня такое ощущение в теле, первый раз такое было. Даже сколько мы ходим в церковь, у нас вечерние, утренние молитвы, там тоже причащение было. Но такой первый раз. Я сейчас очень радостный, жизнерадостный вообще. У меня эмоции переполняют всего. Очень доволен. Спасибо вам большое за все. В тюрьме у многих осужденных появляется время и повод обратиться к Богу. Некоторые впервые открывают для себя священное писание и учатся молиться. Возникает потребность в духовной жизни, желание открыть свое сердце Слову Божьему и покаяться. Сегодня очень для меня важный, знаменательный день. Я причастился. И это не первая моя литургия, но я хотел бы сказать, что раньше, когда на воле я ходил в церковь, вроде как бы считался верующим. Но я не понимал многого. Причащался, когда родители брали меня с собой в церковь. Но я не понимал саму суть и важность, и глубину веры. Здесь я стал читать православную литературу, молиться, ходить чаще на службы, причащаться. Осужденные поблагодарили за совместную молитву и переданную помощь и подарили икону, написанную в стенах колонии. Дорогие прихожане храма Рождества Христова, все служащие, все, чью любовь мы очередной раз сегодня увидели на себе. Сердечно выражаю вам благодарность от себя лично, от всей нашей общины, за вашу теплоту, за вашу любовь. У нас община, конечно, изменилась, состав ее, потому что время сейчас тяжелое. Ну, многие, конечно, и освободились. Более трехсот человек ушли на войну. И те вещи, которые вы передавали, там, предметы первой необходимости, отправляли их, мы передали им вот эти вещи. И всегда мы помним вашу теплоту, вашу доброту. Сейчас такое время. Война, есть люди, которым намного тяжелее, чем нам. Много раненых, много больных. Ну, и даже в это тяжелое время посетили нас. Хотя мы и сами осознаем, что есть сейчас люди, которые даже более нуждаются в помощи, чем мы. Вот для ваших прихожан, семистрельная икона, если можно, повесите ее где-нибудь, найти место в храме, чтобы и частичка нашей любви тоже была в вашем храме. Там, где боль и скорбь, там Христос. Господь являет нам всю свою любовь и милость. Господь любит грешника не меньше, чем праведника. Он готов душу каждого человека понести на руках. Но есть одно условие. Бог не спасает нас без нашей воли и без покаяния. А в местах решения свободы находятся люди, которые особенно нуждаются в духовном попечении церкви и посильной лепте каждого неравнодушного человека. Ведь сам Господь сказал, «Был в темнице, и вы посетили меня». Христос посреди нас есть и будет!